всем привет сегодня мы вам расскажем сколько у нас ушло денег на переезд попытаемся развенчать легенду о том что каждому нужно продать по левой почке или еще чего-нибудь и так прожив варшаве два с половиной месяца мы готовы предоставить вам ответ на частый вопрос сколько же мне нужно денег для того чтобы свалить давайте разбираться первый блок расходов назовем его предполетная подготовка второй блок сама дорога третий блок месяц проживания четвертый блок ну краткосрочное планирование так ну всем все понятно что мы тут не туристы приехали жить ну и расходы будем привозить соответствующие обусловленные не кратковременным посещением а с расчетом долгого пребывания давайте вместе посчитаем и каждый сможет сделать для себя определенные выводы к тому же по имеющейся информации визу по типу d11 сейчас перестали давать чисто по языковым курсам ее дают только если курсы предшествует поступлению вуз но утверждать я этого не буду ибо ситуации визовых центрах напрямую зависит от консульства и постоянно меняющиеся обстановки по принятию решения польским правительствам на данный момент поэтому следите сегодня нет завтра до ну либо ищите другие основания для подачи на визу работы или полициальная школа либо ждите ловите узнавайте в нашей школе предложили выход из ситуации путем обращения соответствующим юристам которые рассматривают решение этих вопросов по таким видам отказов давайте пробежим по первому блок ну первое что мы сделали это оплатили выбранную языковую школу в школе действовала скидка и сейчас действует на время этой неприятной ситуации с пандемией тут за полугодовой курс мы заплатили 1150 злотых это 41 400 рублей за двоих скидка составила 350 злотых это 7000 рублев за человека затем приобрели медицинскую страховку на срок обучения полгода это 6 848 то есть 13 на каждого 13 почти 14 рублей человек при подаче документов в визовом центре мы заплатили пошлину 7 830 за каждого то есть 15 600 копейками за двоих подготовки документов мы занимались сами и не платили всяким там решалам помогалам в лице куча агентств чего и вам советуем еще раз напомню про то что по этому типу визы вам не нужно заранее покупать билеты на транспорт и платить за бронь в отеле квартире ну или хостеле посему считаю целесообразным отнести эти расходы во второй блок а и того по этому блоку мы имеем сумму 35 379 рублей то есть 70 758 рублей за обоих за двоих сколько нужно чтобы доехать мы расскажем только о том за сколько мы доехали каждый может сам пересчитать зависимости от того чем он едет сколько багажа везет ну и прочее до автовокзал у нас довез хороший знакомый александр он кстати тоже рвется в польшу вырвется рано или поздно начале следующего года билеты на автобус нам обошлись в тысяч пятьсот до минска то есть три тысячи рублей за большое количество багажа мы доплатили 120 рублей всего водителя билеты до варшавы нам обошлись в 1500 рублей также также три тысячи за двоих до варшавы мы ехали и к онлайн в котором каждому разрешено в багаже иметь по две сумки ну и ручная кладь что сверху идет по ну совсем гуманной стоимости которую вам не скажу и не помню мы этим не пользовались не воспользовались потому что взяли все все лишние сумки в виде ручной клади и за перевес не платили еду в пути мы не покупали во первых не было длительных остановок во вторых ну как бы хватило взятого перекуса с собой вот ну что давайте просуммируем и получим что на второй блок у нас ушло 3000 рублей 6000 за двоих ну как бы второй блок мы завершили и переходим к третьему так как у нас не было предварительной договоренности о жилье у нас был повышенный расход но тем не менее рассмотреть для анализа стоит все случаи ну и чтобы вы понимали насколько большая разница может быть итак по приезду мы самостоятельно выдвинулись к месту проживания 5 километров на велике сумкой и телегой от автовокзала сами понимаете это бесплатно там заплатили за две недели карантинного проживания в студенческом общежитии 1200 злотых ну либо 24 тысячи рублей на двоих на второй день нахождения в польше мы купили сим-карты по 5 злотых 100 рублей на 5 дней там включено было доложили еще по 25 до конца месяца сюда можно отнести продукт питания по завышенной стоимости ибо сидели на карантине и выходить за продуктами возможности не было где-то около 14 тысяч таким образом за две недели карантина у нас ушло 36 ну 700 где-то на двоих карантин тоже ушел и мы на велосипедах в два приема переехали на другое место проживания которые сняли для пережидания свободной комнаты подговоренности за аренду временного жилья заплатили 180 злотых это 3300 за неделю да магазинов по ценам со скидками мы еще не особо знали поэтому в основном затаривались в жабках по стоимости выше среднего ну или ели самостоятельно ну или да или что-то там самостоятельно находили фастфуд на продукты за эту неделю ушло 7000 рублей ну с учетом алкоголя и сигарет плюс необходимо еще купить постельное белье и бытовую химию где-то ушло на это около около 100 злотых под конец второго недели второй недели симки закончились бесплатные лимиты на их закончились и мы еще по дням доложили на них по 30 злотых но это где-то 1200 рублей на двоих кроме этого я столкнулся с некоторыми проблемами в части электроники и нам пришлось расчехлиться на порядочную сумму для приобретения бомбического пауэрбанка хама quick charge 3.0 бомбического внешнего ssd на 1 терабайт самсунговского это чтобы разгрузить ноутбук чтобы я дальше мог что-то вам снимать ну и обычный мобильный роутер суммы я эти давать не буду ибо проблемы были чисто субъективные ну и к тому же скорее всего любой другой человек купил бы аналоги дешевле ну не факт да ну я просто мой пунктик то что покупать хорошие самые таким образом за месяц пребывания в польше это три недели почти месяц у нас ушло за проживание 25 тысяч рублей питание около 20000 рублей табако-алкоголь ну наверное по предпочтению каждого минимальная сила цена на сигареты почем ты их тут берешь 13 с половиной злотых крепкий алкоголь но в среднем 24 злотых нормальный вот за этим все так ну и следующий месяц это у нас попер бурным цветом 4 блок за аренду комнаты модель 1300 злотых это где-то 26 тысяч рублей ну и плюс коммунальные платежи сколько там 200 злотых это четыре тысячи рублей магазины уже более-менее пронюхали но пока не совсем научились охотиться за скидками тем не менее за месяц на продукты питания ушло из расчета ну где-то 50 70 злотых в день на двоих то есть около 36 тысяч на двоих с учетом алкоголя и сигарет табака у меня тоже уже все выкурилась нашел по польским форумам магазинчик и договорился о скидке получилось попадать по табаку 500 злотых ну и минус 30 злотых скидки того 47 злотых за полкило 9 400 ну как москве в это было и под конец месяца пополняем телефон опять же на 1200 за двоих на транспорт мы не тратим так как перемещаемся исключительно осликах и того имеем ежемесячных расходов на сумму 3 830 до насколько я помню злотых 76 600 рублей на двоих поэтому из нашего обычного месяца убирая и добавляя нужное и ненужное можно понять сколько вам потребуется для полноценного скажем проживания в польше в варшаве таким образом для свала из путин лэнда и нахождение в польше один месяц на нашем примере вам потребуется иметь 154 тысячи рублев на двоих это старт все расходы в злотых мы перевели на действующий курс ибо злотый не падает как мертвую собаку в отличие от рублев теперь давайте перейдем к рекомендации первое договаривайтесь о жилье заранее чтобы люди вас ждали при этом не уносите никакую предоплату второе не реагируйте на объявления и контакты которые занимаются чистым разводником их легко узнать они просят небольшую сумму типа платы за информацию о имеющихся квартиры для аренды естественно никаких реальных вариантов они вам не дадут ну и деньги тоже не вернут и будет вам грустно потом не говорите что я вас не предупреждал третье при покупке продовольствия ищите промоции и оферты есть много мобильных приложений где они публикуются кроме этого в магазинах обращайте внимание на ценники они как правило выделены разными цветами и имеют сумму скидки желтенькие красненькие беленькие беленькие без скидки также здесь есть много сельских рынков где вы можете найти все по интересующей вас цене и химию химию купить дешево ну да затем стоимость связи практически одинаковая так что можете ориентироваться на нашу сумму ну если найдете дешевле у вас будет приятная экономия ну и там напишите заодно транспорт транспорт варшавы стоимость одной поездки 75 минут по цене 440 злотых поэтому вы легко можете посчитать сколько вам нужно денег на перемещение конечно есть варианты с абонементами это 110 злотых в месяц безлимит и того 2 200 рублей транспорт в виде такси и так далее так далее но мы вам ничего про это не расскажем ибо перемещаемся на наших любимых велосипедах ну и вообще не испытываем никакой необходимости в транспорте еще один момент по окончании визы для получения карту побыта вам потребуется иметь следующие деньги опять же на наши три они должны лежать на банковской карте по которой вы дадите выписку ужин 750 злотых в месяц на одного человека то есть если вы подаете документы на один год то на момент подачи этих документов у вас на карте должно лежать 9000 злотых это примерно 1800 рублей 180 тысяч я уже все вот ну можете за 90 тысяч податься на полгода по непроверенным сведениям некоторые ужинды хотят видеть на карте также деньги для съема жилья мы еще с этим не столкнулись поэтому информация не проведена об этом мы вам расскажем позднее ну и наконец подведем итог имея 3000 злотых то есть 60 тысяч рублей на одного взрослого человека в месяц вы будете очень комфортно себя чувствовать больше даже в варшаве варшава считается самым дорогим городом польши поэтому оставьте почки на месте ногу не продавайте на все вам все хватит собирайтесь и приезжайте мы вас ждем за сим мы с вами прощаемся на неделю всем пока пока